Спросите любого строителя, из чего построить дом, и вам почти наверняка скажут из северной древесины. Она плотнее прочих, она прочнее, она менее подвержена пагубному влиянию насекомых. Пиломатериалы из хвойных пород ценятся во всем мире на вес золота, и именно здесь они появляются на свет. Компания Севлиспил вот уже два десятка лет выпускает продукцию высокого качества, признанную как на российском, так и на международном уровне. Репутация надежного делового партнера, сложившаяся за эти годы, – результат внимательной и слаженной работы всех сотрудников компании. Об истории предприятия, современных вызовах и планах на будущее мы пообщались с заместителем генерального директора по производству, главным технологом Александром Конюховым. Александр, здравствуйте. Скажите, как все начиналось? Предприятие в ООСе в Лесвелло было основано 24 мая 2000 года. Предприятие за эти годы прошло достаточно сложный путь от маленькой компании до одной из крупнейших, как в Республике Коми, так и по северо-западному округу. Предприятие за эти годы ни на минуту не останавливалось в своем техническом развитии. Была проведена полная реконструкция всех основных участков производств. Это как лесопильного цеха, это участка приемки и сортировки пиловочного сырья, это и цеха повторной обработки, где производится линия, где осуществляется сортировка пиловочника, соответственно, ну и вплоть до вклады готовой продукции, соответственно. Эти кадры сделаны в годы зарождения предприятия. Так раньше выглядела производственная линия. А это уже современный лесопильный цех, самое сердце компании. Его полную реконструкцию провели в 2009 году. С тех пор здесь без устали работает линия проходного типа шведской компании Ари Висланда. Благодаря постоянному техническому обновлению предприятию удалось наладить выпуск продукции объемом в 250 тысяч кубических метров в год. Каждое пиловочное бревно на линии, в основном это сосна или ель, отдельно сканируется, после чего программа высчитывает оптимальный угол поворота бревна и траекторию его движения, чтобы срез получился идеальным. Процесс полностью автоматизирован, это позволяет свести к минимуму влияние человеческого фактора. На всем протяжении лесопильной линии и на остальных этапах производства соблюдается непрерывный контроль качества. Затем уже почти готовая продукция сортируется по сечениям, чтобы позже отправиться в сушильные камеры. 100% лесного фонда, который используется для работы, восстанавливается компанией. Кроме того, концепция комплексного использования сырья, внедренная на предприятие, предполагает полностью безотходное производство. Вторичное сырье, которое неизбежно появляется в процессе создания продуктов компании, служит двум целям. Во-первых, обеспечивает электричеством и теплом само предприятие. Во-вторых, используется для создания биотоплива – пилет, которое является альтернативой ископаемому топливу. Биотопливо оказывает минимальный вред на окружающую среду. Пилетный цех введен в эксплуатацию в 2016 году. За этот период цех подразился модернизацией не менее четырех раз. То есть шло обновление, замена одного оборудования другим для повышения производительности, качества и так далее. Вот здесь проводятся лабораторные анализы, которые, скажем, определяются качество получаемых топливных гранов. Главный же продукт – обрезная доска – тем временем проходит этап сушки. Древесина должна сохранить уровень влажности в районе 18-22%. Это оптимальное значение для последующей транспортировки. Благодаря высокотехнологичному оборудованию, правильным режимам сушки и постоянному контролю качества на выходе получается обрезная доска точной геометрии, готовая к дальнейшему использованию. Перед упаковкой и отправкой древесина пройдет еще один важный этап. В цехе повторной обработки пиломатериалов произойдет финальная сортировка уже сухой доски на соответствие российским ГОСТам и экспортным характеристикам. Здесь исчисляется подача сушильных пакетов, далее с помощью лифта идет разобщение, то есть порядное разобщение сушильных пакетов, далее, соответственно, дополнительные транспортеры, которые выносят сушильные прокладки или межпакетные бруски. Доска уже сортируется с помощью оптической системы определения качества уже по сортам. Система определения качества автоматизирована, определяет сорт каждой доски, соответственно, и дает исполнительному устройству задание, какую доску маркировать, какую не маркировать. Затем готовая продукция всех типов упаковывается и доставляется автомобильным, железнодорожным и морским транспортом по России, в страны Европы, Азии, Северной Африки и Ближнего Востока. Более 500 сотрудников предприятия из разных районов Республики Коми отдают свои силы каждый день, чтобы высококачественная продукция предприятия была доступна потребителям во всем мире. Сегодня это редкость, но больше половины работников компании трудятся здесь с самого первого дня ее основания. Уважаемые работники ОСЕВ Леспил, уважаемые коллеги, от лица руководства предприятия хочу поздравить вас с 20-летним юбилеем со дня основания предприятия. Предприятие за эти годы прошло непростое, а порой достаточно тяжелый и тернистый путь. Но мы с вами справились. Предприятие развивается, предприятие не стоит на месте, функционирует. И это наш с вами самый главный успех. Каждый, кто сегодня работает на предприятии или кто работал в какие-то определенные периоды, каждый из вас нес свой вклад в развитие и становление предприятия. Поэтому от чистого сердца хочу пожелать вам крепкого здоровья, счастья, успехов во всех ваших делах и начинаниях. Еще раз всех поздравляю и большое вам спасибо. Постоянное стремление к обновлению, экологичный подход, внимание к сотрудникам и качеству продукции. Это сделало компанию Севлеспил одной из крупнейших в республике Коми и на всем северо-западе. Несмотря на все вызовы времени и испытания, выпавшие на долю предприятия, простое желание на родной земле создавать продукт, за который не только не стыдно, а которым наоборот хочется гордиться, это и есть технология успеха. КОНЕЦ КОНЕЦ